Второй ваш вопрос. Можно ли сажать молодые яблони там, где в прошлом году спелены взрослые яблони? Нет. Вот я очень жалею тех, не меньше 10-15 человек мне прислали письма и фотографии. А там старые сады оброженные, никому не нужные, а они каким-то образом их хапнули. Как-то оформили. Может за дешевки, может даже бесплатно. А теперь проблема. Их уже восстановить невозможно. Ну отдельные, может там с помощью омолажущей обрезки. Ну в принципе это уже не то. И меня спрашивают, а что делать? Ну я говорю, во-первых, лучше бы не связываться, но цели не нету. Впереди надо, чтобы дерево 50 лет плодоносило, а тут пробовать культивировать или рекультивировать, это точнее слово, рекультивировать старый сад. Ну на крайний случай скажу довольно банальную фразу. Если растут семечки яблони груши, росли, вы их спиливаете, на их место садите косточковые. Вишни, сливы, абрикосы, к примеру. И наоборот, если растут вишни, сливы, абрикосы, вы их спиливаете, садите яблони груши. Вот. Где-то это можно в какой-то степени, но это уже нет. Так, на худой конец. На ваши вопросы два ответил. Ирина Кноурова. Нет. Хлопова. Валерий Костич, добрый день. Проявлялась социальная косточка в холодильнике и обнаружила, что абрикос Королевский дал всход. Вот и предлагаю. Подскажите, как мне с ним поступить. Это вот я забыл уже фамилию, похожий был снимок, да, там тоже вылез один или несколько, и тоже рано. Я еще раз говорю. Это, получается, в это время не мог бы вылезти. Так. Ну, наверное, или рано заложили на сервикацию, или выйдете уже повышенная влажность. Ну, видно, что песок пересыщен, благо. Видно же. Держаным глазом. Вот. Так. Или в холодильнике или погребе было тепловато. И вот Королева одна русская. Тем более вылезла еще этим хвостом вверх. То есть, как называется этим? Корешком вверх. Ну, тут понятно. Бывает, когда закладывают, так-так-так, натыкали туда, а там корешок начинает искать, где вверх, где вниз. И иногда ошибается. Значит, и в том случае, я уже забыл фамилию, извините, я без памяти живу. Вот. Память все время была перегружена капитально. Я читал с шести лет. Вот. Я читал каждый день. Я читал по многу часов. Я забил голову так, что там уже почти место не осталось для новых знаний. Вот. Еще со школы это началось. Проблема с памятью. И вот получается, что... Что бы я на вашем месте делал? Во-первых, и помаленьку ковырять, а вдруг она не одна. А там еще может быть... Допустим, в 20, а здесь уже 5 или 8 зашло. А дальше хуже. А письмо пришло не сегодня, а значит, еще до весны, еще дальше. Поэтому вы просто берете тазик. Это говорю, на оба письма отвечаю. Берете тазик вот так, аккуратно опрокинули, стараясь, чтобы, если там есть корешки, невидимые в данный момент, чтобы они не повредились. Высыпали. Вот так вот раз. Поковырялись. Эти отсоединили. То есть, аккуратненько. И уже там по горшочкам. Но ни в коем случае на подоконник. Ошибка страшная. Не на подоконник. Я про это целый фильм снял. Видели? Там у меня... Кто со мной лучше дружит, те знают, что я... Есть этот самый YouTube, который еще никто... Почему-то до сих пор не отключили. Слава тебе, Господи. Вот. И там есть как раз эта тема. Про посадку здоровую. И предпоследний фильм. Он называется «Канал вспоминайте». Садоводство по железу. YouTube. Садоводство по железу. Найдете сразу. Вторая слева. Второе письмо слева. То есть фильм. Вот. Там подробнее. А здесь, раз уж мне вопрос спросили здесь ответить, я здесь отвечаю. Вот. Держать. А еще... Ну, может быть, на крайнем юге можно что-то посадить. Может быть. А так еще рано. Значит, горшочек и в холод. Ну, давайте немножко разнесемся. Вот эта фотография мне нравится тем, что мне ее прислали. Я так никогда не делал. Вот. Но мне кажется, здравый смысл. Не пересыхает. Так. Вот. Единственное, что мне не нравится, по-моему, или это для фотографий, все три поставили тут, или так и стоит, как у меня в кухне тоже все вместе. Она кухня, она и рабочее место. Вот. Вот. Но сделали так и в холод. Холод, 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 холод. Вот. Что я держу в таких пакетиках? Что здесь тоже в пакетиках? Ну, там воздуху побольше. И по идее. Но важнейший момент. Смотрите, я для вас написал. У меня большие-большие наблюдения. И многолетние. Почти столетние. Так. Без холодной стадии не сходят. То есть вы можете взять мои же корточки, мешочки, то есть эти, горшочки, посадить, поставить на окно, и они не взойдут. Обязательно. Для чего сертификация нужна? Холодная фаза. Есть быстрая холодная фаза. Это когда еще и это, и промораживание по Латинкову. Вот. А есть просто холодная фаза. Это, ну, для абрикоса я еще раз повторю, 502. Хотя некоторые, вы думаете, это случайно, что ли? Вот. Некоторые раньше лежат. Вот. А бывает и 2,5 месяца. Вот. Бывает уже забыл про них. Смотришь, в июне заглянул, ааа, растут. Прямо в холодильнике. Но. Вот эти важные моменты. Без холодной стадии не всходят. Раз. Второе. И очень-очень важный момент. Когда приходит пора высаживать, некоторые вот эти вот выковыривают, высаживают, и какую-то часть имеют сада. Но почему? А я никогда этого понять не мог. Кто когда и внушил. А это массовая ошибка. Причем моих учеников, которые, ну, где-то они досмотрели. Может, я где-то... Ну, все рассказать не так далеко. Но получается так. Вот он выковырял вот такие вот прослушившиеся. Остальные таки держат. Держат май, держат апрель, держат май. И все ждет, ждет. А вот говорят, что вы мне плохие выслали? Это в худшем случае. В лучшем случае не зашло. Вот. Руки развел и все и выбросил. Ну, во-первых, зайдут на следующий год. Хотите, опять отмывайте. От этого опять подсушите. Ждите еще год. Хотите, высадите с таким расчетом, что позже оно взойдет. А не взойдет, так значит, следующий год взойдет. Но не оставляйте в холодильниках, в сыром песке, в холоде, в темноте, ждать, пока они все взойдут. Это ошибка. Садить надо и те, которые проплюнулись, и те, которые спят. И потом увидите, что и те взойдут, и те взойдут. Так. Доклад окончен. Нет, не окончен. Смотрите. Еще один важный момент. Вот почему я сейчас зател этот разговор. Ну, во-первых, два письма на эту тему для меня не шутки. Вот. У вас очень многие выписали у меня косточки, семечки. Смотрите сюда. Однажды мне прислали вот эту фотографию. Она бесценна для меня. Да, когда-то будет особая программа по обучению студентов и по экзаменам для студентов. Вот. Дело в том, что очень благодарен. Кому? Я уже не знаю. Прошли годы. Смотрите внимательно. Перед них и те же условия. Вот. Что происходит? Видно, что нижняя и правая прекрасно себя чувствуют. Видите? Да? Вот. А эта сгнила при одинаковых условиях. То есть у них разных, хотя вам сказать, что они все с одного дерева, но у них совершенно разные характеры. Это значит, что здесь не найден оптимум, чтобы они все проклюнулись, но чтобы они не потеряли часть из них. Откуда мы знаем? А там ниже они еще влажнее. Может и те нижние уже сгнили. Вот так. Фотографии цены нет. Спасибо за нее известному другу. Вот. Абрикос Манджурский. Кстати, видите, что такое гибрид? Нет? У него котика почти в два раза больше, чем у самого этого, чем у мамы или у папы. Поняли? манджурский. Вот что такое это. Значит, уже культурный. Вот эту фотографию, обратите внимание, я сделал у себя дату, видите, 28 февраля. Значит, ей всего 2 недели с копейками. Вот. Я пытался провести опыт, но я его не закончил. Я взял, хотел сказать, что мне давно чесались руки в этом, в чайной заварке с питой, которую мы выбрасываем. Попробовал, убедился, что наверное, немножко стимулирует. Но дальше этого я не пошел. У меня уже крыша едет от такой жизни. Вот. От такой жизни. И при том, что чувствуешь себя в отчаянии, буквально в отчаянии, когда хочешь всем помочь и не можешь. Идем дальше. И я этот эксперимент завершил. До срочно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова